Друзья, в RDM Import мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Кстати, если вы до сих пор еще на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного обо всем, что касается покупки и выбора поддержанных автомобилей. Ну а если вас интересуют машины в наличии, либо вакансии, или еще какая-то информация о компании, все это вы можете найти по ссылочкам, которые будут как в описании под видеороликом, так и в виде подсказок на экране. Герой нашего сегодняшнего обзора это полноценный рамный внедорожник. Причем это автомобиль новый, везенный в Россию в рамках параллельного импорта. Не так давно на нашем канале мы уже делали обзор на предыдущий кузов этой машины. Тем интереснее будет посмотреть, что поменялось. Встречайте, Toyota Fortuner, второе поколение, кузов AN-160. Второе поколение Toyota Fortuner увидело свет в 2015 году. Машина выпускается по сей день, при этом на рубеже 2020-го ее провели через рестайлинг, в ходе которого слегка обновили внешность. На вторичном рынке Fortuner будут представлены либо арабскими, либо дилерскими российскими машинами. При этом у арабов чуть шире гамма-двигатели и есть варианты с задним приводом, в то время как все российские Fortuner имеют привод только на четыре колеса. В гамме агрегатов этой модели значатся два дизеля и два бензиновых мотора. Дизельные моторы имеют объем 2,4 и 2,8 литра. Первый выдает 147 лошадиных сил, мощность второго 201 лошадиная сила. На российском рынке представлен только более мощный турбодизель. Бензиновые двигатели представлены моторами объемом 2,7 на 166 лошадиных сил и 4-литровым V6 на 235 лошадей, правда последний доступен только для арабского рынка. Наш сегодняшний экземпляр 2022 года выпуска, без пробега, с мотором 2,7, 166 лошадиных сил, бензиновым автоматической коробкой передач и полным приводом. Второй Fortuner это не маленький автомобиль. Длина кузова здесь 4,79 м, ширина 1,85 м, а высота 1,83 м. Колесная база внедорожника 2,74 м, оснаряженная масса 2,160 кг, при этом максимально разрешенная 2,620 кг. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то здесь Toyota Fortuner второй генерации демонстрирует вполне стандартные цифры для любых современных Toyota с максимальным значением толщины ЛКП в районе 100-105 микрон край. Кстати, для рынка Арабских Эмиратов эти автомобили собирались в Таиланде. По традиции обзор автомобиля внутри начинаем с багажника. Доступ куда? У второго Fortuner нам открывает огромная крышка. Первое, что бросается в глаза, это большая ширина и высота проема. Визуально багажник очень широкий. Его каталожный объем при сложенных сидениях третьего ряда 620 литров. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Ширина проема багажника по его средней части 115 сантиметров. Высота от пола до крыши 88. Расстояние от заднего борта до спинок сидений второго ряда 118 сантиметров. А ширина по полу в самой узкой части 110. Очень даже неплохо. Но, сложив спинки сидения второго ряда, вы можете увеличить полезный объем до 1950 литров. При этом сидения здесь кувыркаются вперед, наподобие того, как это происходит у Mitsubishi Outlander XL. И при этом длина багажника по полу у вас возрастает до 1 метра 73 сантиметров. А вот неудобство заключается в том, что сложенное сидение полностью перекроет вам пространство между передними креслами. И, соответственно, длинный груз вы туда уже не просунете. Что касается дополнительных удобств в багажнике этого автомобиля, то здесь говорить, пожалуй, решительно не о чем. Не считая плафона освещения наверху и ниши с инструментом по левой стороне за фальшпанелью. Да еще 12-ти вольтовые розетки с левой стороны. Но при поднятых сидениях третьего ряда в данном случае багажник становится маленький. 297 литров полезного объема. Расстояние от спинки сидения до заднего борта всего 41 сантиметр. Ну а теперь про салон. Автомобиль новый, соответственно, сидения в данном случае затянуты в целлофан. И снимать транспортировочные пленки мы не будем. Но в нашей версии салон кожаный. Причем кожа имеет здесь перфорацию и выглядит крайне симпатично под чехлами. Кстати, сами сидения имеют хоть и не очень спортивную, но все же выраженную боковую поддержку на спинках. Подушка в этом плане более плоская. Что касается посадки за рулем. Посадка здесь, естественно, вертикальная, как говорится, капитанская. Но при моем росте 1,86 м за рулем устроиться удалось удобно и сделать это быстро. Правда, регулировка сидения в данном случае механическая. Рулевая колонка имеет механическую регулировку как по наклону, так и по вылету. Правда, диапазон этой самой регулировки здесь не слишком большой. Если отодвинуть до упора назад водительское кресло, то я могу полностью вытянуть и выпрямить левую ногу в колене. При этом я буду доставать носком до пола салона, но придется потянуть его вперед. Так что в целом, надо сказать, что для людей большого роста запас пространства в этой машине все же есть. Что касается опоры под локти, на дверной карте у нас имеется отделанный кожей подлокотник, а с правой стороны это крышка центрального бокса. Регулировок здесь нет, но в принципе она находится там, где нужна. Сам руль без какой-либо кожаной отделки. Автомобиль все же достаточно простой. Он не относится к классу премиум машин. А руль самый обычный пластиковый, причем этот пластик скользкий. Зато нет вопросов по подрулевым переключателям. Они находятся ровно в том месте, где должны быть. Тянуться к ним не надо, все удобно и органично. Клавиши здесь абсолютно стандартные. Блок стеклоподъемников, центральный замок, боковые зеркала, кстати, с функцией складывания. На рулевом колесе у нас два блока кнопок. Левая сторона отвечает за подключенный по Bluetooth телефон и управление мультимедийной системой. А правая за навигацию внутри меню бортового компьютера, которому на приборной панели этого автомобиля отведено почетное центральное место. Экран бортовика здесь цветной, он достаточно детализированный и отображает большое количество разного рода информации. Кстати, пару слов про саму комбинацию приборов. Здесь два раздельных колодца, в каждый из которых вписаны по два аналоговых указателя. Слева это тахометр и температура двигателя, справа спидометр и остаток топлива в баке. Приборы крайне симпатичные, в спокойной цветовой гамме. Отлично читаются. Вообще каких-то вопросов по приборке в данном случае ноль. Доминирующую роль на самой приборной панели играет огромный экран мультимедийной системы, на фоне которого даже как-то потерялись электронные часы. И кнопка включения-выключения аварийной сигнализации. Под магнитолой у нас располагается блок управления климат-контролем. И в данной комплектации это именно автоматический климат, причем двузонный. При этом регулировка температуры осуществляется при помощи удобных поворотных рукояток, а клавиши тактильно различимы и вам не придется отвлекаться от дороги, чтобы, например, поменять скорость оборотов вентилятора. Хотя вообще, конечно, проще оставить систему полностью в автоматическом режиме. Внизу у нас поворотная рукоятка управления режимами полного привода. А поскольку Fortuner это полноценный внедорожник, то здесь есть раздаточная коробка с понижающей передачей. А ну а по типу полного привода эти автомобили простые. Здесь схема парт-тайм, то есть жестко подключаемый перед без межосевого дифференциала. Ездить на таком полном приводе по дорогам с твердым покрытием при включенном 4ВД нельзя. Это чревато как минимум износом резины, а как максимум поломкой трансмиссии. Ну а в случае, если вы задумаете поехать на таком автомобиле с подключенной передней осью зимой в гололед по трассе, скорее всего, эта поездка окончится где-нибудь в клювете. Поскольку предсказать поведение автомобиля с жестко подключенным передом будет довольно проблематично. Рядом с шайбой включения режимов 4ВД располагаются клавиши включения подогрева сидений. Здесь же справа от рукоятки управления системой полного привода располагаются клавиши подогрева сидений. С огромными пиктограммами промазать по ним не получится при всем желании. Если кого-то раздражали маленькие выдвижные поворотные ручки управления подогревами, например, на Land Cruiser 200, то вот решение. Не слишком элегантное, зато крайне надежное. Справа присутствует 12-вольтовая розетка за привычным селектором коробки передач с прорезью типа «Змейка». У нас располагаются кнопки управления режимами КПП, которые здесь, кстати, шестиступенчатые. Это режим спортивный и режим экономичный. И кнопка включения-выключения системы стабилизации. В плане бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения здесь есть подстаканники в передней части перед селектором, которые закрываются крышкой. Есть небольшой отсек, куда можно бросить мобильный телефон, причем с прорезиненным покрытием. Центральный бокс, не сказать, что слишком большой по объему, но в целом для хранения мелочи пойдет. И бардачок на два этажа. Суммарный объем в целом приличный. Внизу дверной карты располагается карман, передняя часть которого отформована под бутылку с напитком. В плане обзорности все очень неплохо. Боковые зеркала здесь огромные и очень информативные. Линия бокового остекления низкая. Передняя панель высоковата. Лобовое выглядит как амбразура, но зато мы видим габарит. Это касается и краев капота, и его передней кромки. А с обзорностью назад здорово выручает камера заднего вида на большом мониторе. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на задних рядах этого семиместного автомобиля. Что касается пространства на втором ряду. В плане места здесь вопросов нет. Над головой запас достаточный, благодаря отформованной на потолке ниши. А вот у среднего пассажира, кстати, с этим будут определенные проблемы. В плане запаса для ног тоже вопросов нет. Если я сажусь сам за собой, при росте 1,86 м, я не контачу коленями с передним сидением. Нет вопросов и по высоте подушки. Здесь заднее сидение расположено значительно выше, чем переднее. При этом оно полностью плоское, так что три пассажира здесь разместятся. Опоры под локти присутствуют. На дверных картах такие же отделанные кожей подлокотники, как и на передних дверях. И по центру присутствует также подлокотничек в центральной части сидения. Но сейчас выцарапывать его из-под целлофана мы, конечно, не будем. Заднее сидение, кстати, можно регулировать в плане угла наклона спинки. При желании можно откинуть его практически в лежачее положение. Что касается дополнительных удобств для задних пассажиров, это собственные дефлекторы вентиляции в потолке и панель управления климатом. Причем в данном случае и в плюсовой зоне тоже. Плюс авторежим. Свой плафон освещения, 12-ти вольтовая розетка и очень небольшой кармашек. Непонятного, по сути, предназначения. Можно ли отправляться на заднем сидении этого автомобиля на дальние расстояния? Однозначно да. Ну а теперь к третьему ряду. Что касается пространства на третьем ряду. На самом деле можно было ожидать худшего. Но даже при росте 1,86 м на короткую дистанцию здесь проехать вполне реально. Заднее сидение полностью плоское. Есть регулировка по углу наклона. Запас пространства над головой, конечно, отсутствует. Не спасает даже выштамповка в потолке. Все равно я цепляюсь. Здесь есть плафон освещения. Отдельные дефлекторы вентиляции. И даже небольшие ниши сбоку в пластиковых панелях. Плюс некое подобие подлокотника внизу. Правда, пластмассового и жесткого. Но для маленьких детей или, как временная мера, в целом третий ряд форчунера следует признать практичным. Ну а самый распространенный агрегат под капотом форчунера второй генерации – это наш случай. В данном варианте бензиновый мотор 2,7 литра рабочего объема, 166 лошадиных сил мощности. Индекс 2 ТРФЕ – это очень проверенный временем надежный старинный агрегат. В данном случае модернизированный с двумя фазовращателями. То есть на впускном и выпускном распредвалу рядная четверка с чугунным блоком цилиндров. И самым обычным распределенным впрыском топлива. Плюс у этого мотора цепной привод газораспределительного механизма, который не вызывает каких-то вопросов с точки зрения ресурса. Да и вообще это один из самых надежных двигателей, которые можно купить под капотом современного авто. Да, этот агрегат в сочетании с автоматом не наделяет автомобиль какой-то особой динамикой. До сотни подобный форчунер разгоняется за 12 с небольшим секунд, а максимальная скорость всего 160 км в час. Но по сути равному внедорожнику особой прыти и не нужно. Зато ресурс данного силового агрегата – это свыше 400 тысяч километров пробега. Плюс он достаточно несложен для самостоятельного обслуживания. Масло вязкостью 5В20, объем 5,5 литров. Интервал замены – 10 тысяч километров пробега. Работает этот двигатель здесь в паре с автоматической коробкой передач, чья маркировка AC60F или AVR6B45. Это классический автомат, который тоже крайне надежен и способен отъездить под 400 тысяч километров пробега. Единственное, что нужно менять в нем масло вовремя. Это где-то раз в 60 тысяч километров, удаляя продукты износа блокировки гидротрансформатора. Если же этим правилом пренебрегать, то, скорее всего, рано или поздно автомат приедет на профилактическое обслуживание гидроблока с забитыми каналами. Что касается ходовой части этого автомобиля, здесь все крайне основательно. Подобную картину мы наблюдаем и на Land Cruiser Prado, и, соответственно, на пикапах High Luxe и т.д. Все очень массивно. Это касается и рычагов, и стабилизатора поперечной устойчивости, и шаровых опор, и так далее. Концептуально передняя подвеска второго Fortuner выполнена на двойных поперечных рычагах. Соответственно, шаровый опор у нас не только снизу, но и сверху тоже. Судя по опыту предшественников, ресурс этой ходовой части должен быть очень и очень большим. По крайней мере, владельцы тех же Prado 120 в свое время не обращались для ремонта ходовой части на пробегах где-то до 150-200 тысяч. А кто-то и более. Очень многое здесь зависит от режима эксплуатации автомобиля. При эксплуатации внедорожника следует помнить о необходимости обслуживать крестовины кардана, в которых в вашем случае будет два. Что касается антикоррозийной обработки, это машина для рынка Арабских Эмиратов. И какого-то антикора снизу здесь вообще не наблюдается. Местами присутствует герметик на соединительных швах кузова, но его очень и очень немного. Нет никакой дополнительной обработки на раме, нет никакой дополнительной обработки на порогах кузова. Кое-где металл прикрыт дополнительной защитой, но не более того. В базе автомобиля в левой части располагается топливный бак. Его объем 80 литров, а сам он сделан из пластика. При этом прикрыт двумя видами защиты. Металлической со стороны кардана и пластмассовой снизу. Что касается задней подвески, то здесь у нас зависимая схема. Или попросту говоря, мост. Надежно, просто. Что касается сайлинг-блоков, которых здесь все же насчитывает ценное количество, они также достаточно крупные. И как показывает практика с моделями-соплатформенниками, крепкие пружина и амортизатор разнесены отдельно друг от друга, что упрощает замену этих компонентов, когда придет время. А это случится очень нескоро. Ну а запасное колесо, как и на большинстве внедорожников в данном случае, подвешено под днищем. И, кстати, в задней части автомобиля в плане антикоррозийной обработки картина ровно та же. Поэтому, если вы планируете эксплуатировать подобный автомобиль в тяжелых дорожных условиях, да еще и на протяжении очень-очень многих лет, крайне желательно сразу после покупки озаботиться дополнительным антикором снизу. Таким мы увидели сегодня внедорожник Toyota Fortuner 2-й генерации 2022 год выпуска, 2.7, бензин, автомат, полный привод. Если у вас был или есть автомобиль в таком кузове, на котором вы уже накатали достаточно и вам есть, в чем нас дополнить и в чем поправить, прописывайте все это в комментариях. Ну а если заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня оказался у нас на подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту, когда видео будет опубликовано, машина все еще будет в продаже. В RDM импорт в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию по машине, включая стоимость, которая может со временем меняться, уточняйте по контактному телефону. Он прописан в описании под видеороликом, на нем же есть WhatsApp, так что пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, какие автомобили вы бы, возможно, хотели видеть у нас на подъемнике в будущем. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока!